А теперь о том, что нас ждет завтра, об этом расскажет моя коллега Анна Стефаненкова. Аня, ну вначале скажи, ты гуляешь с утюгами по городу или нет? Нет, но я думаю, что это интересное предложение. Ну что ж, перейду, наверное, к мероприятиям, которые ждут нас завтра. И культурные, и полезные, самые разные. Ну что ж, в библиотеке Герцена завтра в 10 часов состоится открытие курса повышения квалификации уже для действующих предпринимателей Кировской области. Насколько я поняла, этот курс уже ежегодно проходит, с 2010 года он реализуется. И обучение в каждый год проходят десятки предпринимателей. Например, в этом году заявилось 50 участников. В чем смысл этого курса? Все участники получают аудит своего бизнеса, совместно с наставниками-тренерами разрабатывают стратегию развития своего бизнеса и предусматривают какие-то... Я так поняла, что они посещают мероприятия, более крупные предприятия и знакомятся с их историей становления и какими-то фишками в развитии. Тем самым обмениваются опытом. Думаю, что если кто-то еще желает прийти, принять участие, можно заявиться и завтра. Да, что еще будет? Так, завтра у нас будет завершен первый этап благотворительного проекта «Мой мобильный наставник». Напомню, он реализуется для воспитанников интернатов и детских домов города Кирова. Проект инициирован уполномоченным по правам ребенка и реализуется при поддержке правительства нашего региона. В чем смысл этой программы? Повысить готовность подростков от 11 лет к взрослой жизни. Причем усовершенствовать, я так понимаю, готовность с помощью мобильных устройств и различных информационных технологий. Хотя я считаю, что современные подростки и молодежь активно пользуются и все умеют. Но, видимо, недостаточно, чему здесь их и обучают. Также завтра в администрации города пройдет очередная постоянная комиссия по строительству и благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Будет рассмотрен ряд вопросов, например, землепользование, застройки города. Также обсудят вопросы по оформлению города к праздничным мероприятиям. К какому конкретному мнению придут, мы расскажем завтра в Бюро новостей Давича. Так как поедем освещать это мероприятие. К культурно-спортивным мероприятиям перейду. Завтра пройдет очередное волейбольное соревнование. Они уже проходят с середины октября в спортшколе номер 2. И завтра стартует чемпионат области по волейболу среди юношей 14-15 лет. Это наиболее старшие дети этого чемпионата. Поболеть за участников можно в спортшколе номер 2 на Октябрьском проспекте. 31-10 часов. Культурное мероприятие. Конкурс у нас завтра стартует. Территория звезд. В Доме культуры железнодорожников тоже традиционное. Оно направлено для повышения творческих способностей. На выявление молодых талантов в нашем районе. И проводится он по разным номинациям. Например, вокал, хореография, художественное слово, театральное творчество и многое другое. Что здесь написано? В конкурсе могут принять участие все-все-все. Это я прямо цитирую. И детские, и молодежные, и взрослые творческие коллективы, и отдельные исполнители. Все, кто хоть как-то может петь, танцевать. А также люди с ограниченными возможностями. Для них пройдут мастер-классы от международных мастеров. Даже можно чему-то научиться. Также завтра откроется театральная гостиная в драматическом театре. Для присутствующих выступит заслуженный артист России Никита Викторович Третьяков. Недавно он отметил свое 45-летие. Не свое 45-летие, а именно 45-летие своей творческой деятельности. Он расскажет о своем творческом пути, чем-то поделится, расскажет об интересных людях. Спасибо, Аня, на этом. Все, завтра будет насыщенный день. Очень насыщенный, готова рассказывать много, но время не позволяет. Спасибо. Далее новости спорта.